Серёжа, идём сюда. Я ухожу. Ну и хорошо, а можно сфоткаться. Давай. Третий круг, вторая дыхалка открылась, стала обгонять всех. И это я называю съемки. А теперь пару слов для любителей самого-самого жира. Кстати, а если задвинуть чуть-чуть позади цилиндра? Эндуро Укенд 2023, объявляем открыт! Так, в стопе. Всем привет, ребята! Сегодня я расскажу вам секрет самого интересного семейного отдыха. Если вам хочется провести субботу-воскресенье прямо с большим интересом, всей семьёй и весёлыми развлечениями, в том числе и мотоциклетными, то слушайте до конца. Вы сегодня увидите один из вариантов. Причём один из самых интересных вариантов. Мы всей команды Питлен приехали на гонку эндуро уикенд. И это не просто гонка. Это большой семейный праздник, где отдыхают и дети, и взрослые, и гонщики, и болельщики. Будет весело всем. Поэтому досмотрите этот ролик до конца, и вы узнаете рецепт хорошего настроения. Так что погнали, посмотрим всё по порядку. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, мы сегодня с Серёгой, возможно, я, наверное, скорее всего не поеду, потому что я буду вести это мероприятие. А Серёжа едет на своём Ferrari 250 от компании GMC в классе Hobby 35+. Это самый многочисленный класс, и там будет куча-куча народу. И посмотрим, как он проедет лесную часть и эндуро-стадион. А, кстати, эндуро-стадион здесь очень интересный. Пойдём, расскажу и покажу все препятствия эндуро-стадиона. Короче, вот тут все ребята уже регистрируются на гонку. Я вижу вон Серёгу. Пойдём сейчас спросим, что он планирует, в каком классе выступает. Серёж, Серёж, Серёжа, идём сюда. Здорово. Да. Вот, Серёж, расскажи, в каком классе ты будешь выступать? Хобби. Хобби? Хобби 35+. Что будешь делать? Какие приедешь? Ну, блин, у меня на каждой гонке задача приехать минимум в десятки. А это минимум. Ну, естественно, будем бороться до последнего. Я технику подготовил, так что настроение есть, настрой. Но сегодня, когда мы тебя будем здесь видеть, а болеть будет весь стадион, я поднимать буду такой шум, что ты давай не подведи. Вот, давай, удачи тебе, Серёж. Пойдём покажу, как регистрируются. Ребята регистрируются, записываются номера, заполняют заявки. Здесь им выдают стартовые номера. У каждого есть вот такая вот наклейка сразу, видишь. Три? Да, три наклейки, то есть, как это называется, фронтальные и бортовые наклейки. Вот, ещё, да, ещё выдают им бейджики, наклеечки. На бейджиках регламент написан, да, и вот как раз ссылочка, QR-код на сайт. Вот, потом они идут сюда. Здесь сувенирка, они уйдят сюда, я несъедобный. Вот, здесь сувенирка продаётся, а здесь уже ребятам клеят датчики. Да, сегодня будет электронная засечка времени, и датчик клеится на подкозрёк и на затылок, и где-то в районе старта будет стоять рамка отсечки, и там будет показано время гонщика. Причём это время будет показываться онлайн и даже, возможно, на большом экране. Так что мы сегодня будем в курсе, кто как едет и кто за кого болеет. Так что, да, я забыл рассказать про эндуро-стадион. Пойдём посмотрим, где, как будут ребята сегодня страдать. Это сейчас они весёлые. Через круг после начала заезда я буду смотреть, каждого останавливать на стадионе и спрашивать, как же у них поменялось настроение. Пойдём покажу. Короче, эндуро-стадион мы пройдём с конца вперёд, потому что так никто не делал. Смотрите, вот это последний шашлык. Это препятствие, после которого все будут финишировать. И на самом деле на нём даже до ногах устоять трудно. Я думаю, что на мотоцикле, если не иметь ходов, то будет это достаточно сложно. Это препятствие здесь уже давно, много лет, и оно заслужило свою дурную славу, потому что особенно питбайки в нём застревают и насаживаются сами, становятся шашлыком. Дальше пойдёмте здесь. Ещё один шашлык. Сегодня шашлычный день, но он уже с брёвнышком. Причём бревно висит над землёй. И это тоже труднопреодолимое препятствие, потому что после погашенной скорости, после шашлыка, разогнаться перед этим бревном просто нет возможности. Ребята будут виснуть на нём жёстко. Особенно классы хобби, особенно классы новички, если они едут эндуро-стадион. Но им придётся непросто. Ну и вроде бы, посмотрите. Ручеёк, да, простой-простой. Его проехать несложно. Однако, если посмотреть с этой стороны, то заезд на ручеёк сложный, высокий. И плюс он сужается. Обычно как происходит? Чувак бьётся сюда передним колесом, его переставляет, и он уже не попадает на ручеёк. А по правилам сегодняшней гонки, любое срезка, любое объезд препятствия, это дисквалификация. Так что если он не попадает на препятствие и вылетает наружу, ему нужно будет вернуться обратно и проехать его по новой. Тут череда брёвен. На самом деле не такая сложная, если уметь их проезжать. Большинство ребят проезжают брёвна на ура, потому что они именно этим и занимаются обычно. Любой эндурист видит бревно, открывает газ. Здесь та же самая ситуация. Но здесь их три. Ну и, конечно же, любимый атрибут любой эндурогонки это веер или так называемое солнышко. Место, где можно либо схитрить, либо наоборот, очень надолго застрять. Для меня лично это препятствие вызывает большие сложности. Потому что помимо преодоления брёвен, нужно ещё менять траекторию. Кто это умеет делать в воздухе, в полёте, тому будет несложно здесь. Погнали дальше. Здесь на самом деле большой ассортимент. Можно проехать дальние покрышки, чего я не рекомендую делать гонщикам. Можно проехать высокие катушки. Это очень несложно. Но многие обратят внимание на эти низкие маленькие катушки, да, и скажут, поеду-ка я по ним. Но в них таится коварность. Заезд пологий, ровный и без всяких косяков, но съезд, да его просто нету. Поэтому провалиться здесь, вот, посмотрите, следы покрышек. И те, кто едут на больших хороших скоростях, проедут его без проблем. Но те, кто решил притормозить на этом препятствии, повиснут сразу. Дальше то же самое. Выбор из двух препятствий. Это пирамидка и покрышки. Покрышки многие не любят ехать. Но как альтернатива, это очень непростое сооружение. Потому что стоит этим бревнам чуть-чуть намокнуть, то все, конец. На них просто заехать невозможно. Хотя высота-то всего вот такая вот. И здесь уже остались останки прошлых эндуристов, которые не справились с ним. Это говорит о том, что здесь будет сложно ребятам, как минимум. Ну что, виртуозы? Короче, во время заезда ты можешь остановиться, если не хочешь ты ехать дальше. Взял и пошел. Набрал пару аккордов на фортепиано. Если кому интересно, и пальчики у вас не только под сцеплением и тормоз, то попробуйте, лихните. Опять, выбор. Давай с той стороны пройдем, потому что вот это препятствие заставит пострадать сегодня много народу. Потому что здесь опять все на выбор. А раньше здесь были только одни качели. На самом деле это не такое сложное препятствие. Нужно просто держать баланс. И все бы хорошо. Его всегда все проезжали на ура просто легко. Но смотри, что там сделали. Положили два в ребра. То есть ты тоже так же остановился здесь, тихонечко съезжаешь. И опа, здрасте. Я разгоняюсь вот здесь вот и со всей дури выпрыгиваю вон туда. Это примерно то же самое. Направление этого трамплина совпадает с направлением взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево. Поэтому сегодня лайнеры будут улетать по всем направлениям. Токио, Москва там и все остальное. Вот. Ну и, конечно же, да, любителям жесткого кросса, пожалуйста, гребенка с ямами. Вот здесь точно парочку мотоциклов сегодня попереворачивается. Это место, где должны отдыхать все. На самом деле препятствие несложное. Называется машинка. И многие его проезжают на ура. Тут легкий удобный заезд. Все покрыто. И легкий удобный съезд. То есть тут даже разгоняться не нужно. Проезжаешь и все. Даже, наверное, вставать не обязательно. Надо просто ехать. Ребят, на этом препятствии давайте отдохните. Вот еще одно место, где гонщики должны отдохнуть. Тут мало того, что широко. Да, коварность есть. То есть широкий ручеек и маленький съезд, тонкий. Но тут мало того, что широко. Тут еще можно остановиться. Чай попить вообще просто. Так что здесь отдыхаем. Здесь опять целая витрина. Три препятствия подряд. И причем эти препятствия достаточно сложные. То есть вот эта эстакада была бы простой, если бы она пошла в прямом направлении. Но она меняет свою траекторию. И если пойдет дождь, то здесь ребята испытают сложности. Посередине колесики. Колесики все любят. И все здесь любят постоять. Так что здесь тоже будет, наберется парочку человек народа. Вон та штучка очень простая. Но она сделана из ламинированной фанеры. И она очень скользкая. Так что если кто-то туда плюнет, то следующий за ним просто упадет. Если честно, на это препятствия я боюсь даже пешком заходить. Стенка тоже. Вроде бы ничего. Стенка-стенка. Разгоняешься, поворачиваешь и едешь. Все хорошо. Но если ты не разогнался, то ты падаешь в лужу. Поэтому ребята скромные, которые не питают особых надежд, сразу прыгайте в лужу. Она не глубокая. Но к моменту середины гонки она будет очень грязная. Так что... Не, давайте на стенку. Ну что, пацаны, вот этому препятствию уже 5 лет. Оно здесь стоит и никуда не девается. И это я называю семки. Так что... Семки есть? Есть. Вот они. Заезжаешь, спрыгиваешь и поехал. Все, братан. Даже не заморачивайся. Подожди. Даже не все, братан. Все, девчонка. Тоже не заморачивайся. Прыгаешь и все. Здесь главное держать большую скорость. Но. Не такую, чтобы первая космическая. Но нормально ехать, не останавливаться. Если ты ничего не боишься, то ты его проедешь просто на-эзи. Так что, семки есть? Есть. Ну а начинается эндуро-стадион с простейшего препятствия. Которое, так скажем, назовем его превью для эндуро-стадиона. Легенькое, простенькое бревнышко. И оно внушает надежду, что я крутой. Я проеду эндуро-стадион. Но мы-то знаем, что ребята, проезжающие это бревно и надеющиеся на легкую жизнь, Их ждет сюрприз дальше по стадиону, который вы только что видели. Я ожидаю, что сегодня будет много мяса. Много мяса. И ребята испытают трудности. Но для этого она и есть эндуро-гонка. Чтобы испытать себя, проверить на прочность и понять, можешь ли ты или нет. Но. А те, кто не собирается мочить свои жопы в тех лужах в лесах И отбивать свои колокола на этих препятствиях, могут просто сходить и покушать. Здесь столы, здесь еда. Если они сытые, то идут прямо на сцену и танцуют на дискотеке. Здесь большой экран, много музыки и много света. Особенно это видно ночью. А если у вас просто нету мотоцикла, но вы хотите катнуть, то, пожалуйста, для вас приехали ВРЗ, Хаски, ЗМ Мото и К2Р. Так, стопэ. Мотоциклом К2Р я решил уделить чуть побольше внимания, потому что это новинка. И мы о них еще не рассказывали. Ну и надо попользоваться этим моментом. Давайте мы расскажем. Начнем, например, вот с этой трехсоточки. К2Р 300 EFC. Стоит на 182 моторе, 283 кубических сантиметра, 30 лошадиных сил, 25 ньютонов метров крутящего момента, шестиступенчатая коробка передач, два распределительных валов в головке, четыре клапана там же, пауэрбамп на выпуске, шестиступенчатая коробка передач. Все круто. Хороший мотор поставить, это половина делает. Еще важна подвеска. Подвеска вообще в набор всех лучших брендов, каких только возможно. Это полностью копия, например, вилка, копия вилки White Power. И собрана она на китайском заводе Каяба. Ну, вернее, точнее, Кип. Итак, вилка, конечно же, мощная. С ходом 300 миллиметров, 53-е перо с регулировками сжатия отбоя, с клапаном сброса давления. Стоит на алюминиево-фрезерованной траверсе с разнесенными болтами, как верхним, так и нижним. Ну, все по-кайфу. Все достаточно нормально. Что у нас по переднему колесу? Колесо 21-е. Логично. 21-е, 80-100 на 21, резина CST. Пока я не знаю, как она себя ведет, и не пробовал, возможно. Хотя, может, мы на Тезрайве и попробуем ее. Позже я скажу свое впечатление о ней. Вот, колесо алюминиевое, с буксатором, нафрезерованной ступице, большой тормозной диск, двухпоршневая скоба, армированный тормозной шланг. Все круто. Пойдем повыше, посмотрим на руль. Руль у нас алюминиевое переменного сечения, с откидными ручками сцепления тормоза, плюс еще к этому защита ручек руля, и она такая интересная, похожа на карбон. Она, мне кажется, пластиковая, а внутри есть какой-то металл. Скорее всего, так и есть, потому что она достаточно крепкая такая. При падении она не будет проворачиваться и сидит крепко. Также светодиодная фара. Достаточно ярко светит. Кстати, при желании, можно ее заменить на номерной щиток. В комплекте он тоже идет. Так что, если вы участвуете в эндуро-гонках, то, пожалуйста, вот вам фара. Если вы катаетесь в мотокроссе, то ставите номерной щиток и вперед, полный газ. Также здесь есть счетчик моточасов. Спрятан он вот здесь вот на раме. И из органов управления замок зажигания, ручка сцепления тормоза, кнопка глушения, кнопка стартера. Все. То есть, это явно напоминает то, что этот мотоцикл предназначен больше для спорта, для экстремальных поездок, чем для простых покатушек. О том же самом говорю, такое прямо зацепистое седло, которое многие любят называть наждачкой. Вот. Высота по седлу 960 миллиметров, 9-ти литровый бак перед ним. И, то есть, весь пластик у него КТМ 220 года. Ну, значит, и конфигурация рамы тоже КТМ. Кстати, рама сделана из хромолибденовой стали, очень хорошо сварена и покрыта антикоррозийным покрытием. Плюс ко всему, у него с завода стоит вот такая вот защита рамы от царапин. То есть, мало того, что сама рама покрашена мощной антивандальной краской, так она еще и плюсом защищена пластиками накладками. И, как мне сказал тогда сотрудник компании К2Р, что она хорошо защищает от коррозии. Где-то я это уже слышал. Коррозия. Коррозия. Плохо слышишь? Это у нас идет классическая 450. Усиленная рама. Усиленная рама. Рама. Хромолибдер идет непосредственно с напылением от коррозии и, получается, антивандаль. Коррозия? Коррозия, да. Коррозия! Ээээ. А на время... Ээээ. Продолжаем. Задняя подвеска тоже С амортизатором копии White Power С выносным бачком С регулировками сжатия и отбоя На прогрессии Прогрессия тоже фрезерованная Усиленная Плюс еще она защищена Защитой двигателя Продолжением защиты двигателя Маятник алюминиевый Цельно литой Мощный Крутой С выфрезерованными Посадочными местами Для оси колеса Ось колеса толщенная То есть ее диаметр 25 Показал прямо круто С дырой Также Заднее колесо 18 С резиной 100 на 90 18 Тоже от компании CST Тормозной диск 220 Однопоршневой суппорт Армированный тормозной шланг Алюминиевый обод с буксатором Ну и конечно же Сейчас пойдем посмотрим какая звезда Мне кажется на 52 Тоже Но это мне кажется стальная звезда Тут Сейчас мы это проверим Ну что Я взял точный прибор Для измерения состава металла И будем проверять Нет Болку прилипает К цепи прилипает Прилипает А к самой звезде Не прилипает Значит звезда у нас алюминиевая Отлично Цепь понятно 520 Алюминиевая подставка С пластиковой пяточкой Вот Алюминиевый складной Рычаг Переключения передач Складные подножки Все здесь классическое И при этом все достаточно гармонично Причем Вот так вот Если посмотреть То у нас ось выноса передач Передач Прямо находится Именно под Там где нужно Не дальше Не глубже Не сильно выпирает То есть именно там Где обычно Располагается нога гонщика Я начал говорить О защите рамы Помимо этой защиты И защите ручек руля У нас есть еще Защита картера Защита радиаторов Такая алюминиевая Мощная То есть смотрите Она очень толстая И при падении Реально спасет Радиаторы От повреждений Особенно если Какая-нибудь здоровая ветка Будет залетать Вот отсюда туда То есть вот этот щит У нас толщиной Наверное почти сантиметр 10-ти миллиметровая Алюминиевая пластина Кстати а если заглянуть Чуть-чуть позади цилиндра То этот двигатель Питается Карбюратором Ниби ФЦР 39 Мощнейший Здоровый С ускорительным насосом Какая-то еще Пластмассочка там есть Короче Замудренный Очень даже Карбюратор Который Вполне вероятно Обеспечивает Очень мощное ускорение И стабильную работу Даже в условиях Какой-нибудь там Жижи И воды Так что Карбюратор здесь Тоже стоит топовый Ну и соответственно Для кого Это мотоцикл Это мотоцикл Для тех Кто уже хорошо катается Да Кто хочет Раскрыть свой потенциал Уже на серьезных Препятствиях Возможно Даже поучаствовать В гонках И я таких ребят знаю Этот мотоцикл Стоит 440 тысяч рублей На данный момент И Вполне Оправда И свои деньги Он состоит Из достаточно Хороших Крутых Комплектующих 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 И Но при этом Сохранил Все те же Самые Габаритные Размеры И Ту же Развесовку Так скажем То есть Чем он отличается От 300 Все просто Основное отличие Это двигатель Да Двигатель здесь 172 Зонгшин Надежный Давно зарекомендовавший Себя 21 сильный Пятиступенчатый Коробка передач Одновальный Двухклапанный Все просто Нержавеющий выхлоп И Ниби 30 карбюратор Все Тоже Очень надежно И Ну Тут К этому вопросу Просто быть не может Любой Уважающийся Мотоциклист Должен знать Эту комбинацию Отличная комбинация Всегда работающая Вот Подвеска Попроще Потоньше И Напоминает она мне Как и Е Вот Также на ней присутствует Как регулировка сжатия Так и регулировка Отбоя Все присутствует Вот Она Достаточно хорошая И самое главное Что Если она Реально является Такой То Запчасти На нее Всегда есть И Отличие Еще одно Это ступица Колес Здесь Ступица Колес Литые В отличие От Трехсотых То есть В этом Есть упрощение Все остальное Абсолютно То же самое Такие же Траверсы Такой же Руль Такие же Тормоза Такая же Защита Ручек Руля Абсолютно Все так же Тот же Самый Пластик Те же Самые Защита Картера Защита Рамы То же самое Зубастое Седло За исключением Вот этих мелочей На которые Многие В принципе Не обращают Внимания Ну работает Вилка И работает Как она Называется Какой у нее Ход в миллиметрах Не всем Это важно Вот это Для тех Ребят Которые Хотят Всегда Надежно И хорошо Кататься Но при этом Иметь Надежный Полноценный Большой Мотоцикл С хорошими Характеристиками Так что Этот вариант Ваш По Посадке Я кстати На Мотоцикл Высокий 960 Миллиметров По Седлу И 380 Миллиметров Просвета Клиренса Вот Поэтому Очень Высокий Просвет И Очень Высокий Мотоцикл Так что Коротыши Извините Что я вас Так назвал Но Рекомендую Подумать Перед покупкой Этого Мотоцикла Те ребята У которых Рост Более 175 Сантиметров Смело Берите Он Вам Будет Соответствовать Не Ну Вот Этот мотоцикл Снимать Даже Смысла Нет Он Точно Такой Как И Тот Вообще В принципе Никакой Разницы Я Заметил Только Две Вот Здесь Буквка Другая Е Ф Е Раз И Счетчик Моточасов Стоит Совсем По другому Но Это Скорее Все Каприз Механика Которая Собирает Мотоцикл Он Мог Прилепить Его И На Ту Сторон В чем Подвох Давайте Попробуем Разобраться Почему Этот Мотоцикл Стоит Здесь После Того Как Я Сделал Обзор На Трехсотку Е А Разница В одной Существенной Вещи В системе Питания Этот Мотоцикл У нас Питается Инжектором То есть Вот эта Вот эта Штучка Не Карбюратор И она Очень Не Похожа На него Тут Есть У нас Датчик Положения Дросселя Я вижу Дроссельная Заслонка Сама По себе Ну И Все Никакого Поплакой Камеры Никакого Шибера Никакого Ускорителя Насоса Все Трубка Закрывается И Пару Проводочков Подходит К этой Штуковине Вот Наверное И все Не Не все Конечно же Инжектор Очень сложная Тема И которая С помощью Мозгов Определяет Какие обороты Какая температура Какая температура Воздуха Какая температура Двигателя Вот В каком положении Находится Распредвал В каком положении Коленчатый вал Ну и соответственно Исходя Посчитав Вот это все Делает Правильно Опережение Зажигания И впрыск Топлива То есть В нужный момент В нужном количестве Вот чем отличается Инжектор От карбюратора Все остальное То же самое То есть Вилка Та же самая Копия Вайт Пауэр Амортизатор Тот же самый Копия Вайт Пауэр Колеса Те же самые Маятник Рамал Тоже самое И та же самая Защита От коррозии Инжектор Существенной Прибавки Мощности Не дает Возможно Он расширяет Рабочий диапазон Так как Опережение Зажигания Согласовано С количеством Топлива То есть Если В карбюраторной Системе Опережение Зажигания Отвечает Одна система Это коммутатор И система Зажигания А система Питания Это карбюратор Они друг с другом Никак не связаны Соответственно Либо то Либо другое Может дать Диссонанс И соответственно Потерю мощности Здесь же Это все Взаимосвязано Поэтому Прыск топлива И опережение Зажигания И сила Зажигания Дается Именно в нужный момент В нужном количестве И это Хорошо Сказывается На мощностных И тяговых показателях Поэтому Этот двигатель Хоть и Не сильно Отличается По мощности И по тяге Но Всегда Стабильно Выдает Свои паспортные данные Да Он дороже Этот мотоцикл Стоит 470 тысяч рублей Он на 30 тысяч дороже Но Если ты спортсмен То для тебя 30 тысяч не так важны А вот Секунды И стабильная работа И хорошая тяга Вот это Важные вещи Соответственно Вот этот мотоцикл Тебе это сможет дать В остальном Это та же самая Трехсотка На 182 моторе За 30 лошадиных сил А конкретно 32 Те же самые 25 крутящих 25 ньютонов метров Крутящего момента И на нем Денис Щербаков Гонщик команды К2Р Едет сегодня В классе Харт на Эндуро уикенд И посмотрим Как он там выступит Я уверен Что хорошо Как минимум В пятерку Он точно заедет Потому что Он сам по себе Опытный райдер Мотоцикл Действительно хорош И мы увидим Что он показал А теперь Пару слов Для любителей Самого-самого Жира Это Монстр В 450 кубических Сантиметров К2Р ЕФС 450 Жесточайшая тема На самом деле Потому что Поставили В ходовую часть От Трехсотки От ЕСЦ В 450 Зонгшин 194 МН МК МК Вот И что из этого Получилось Они сотворили Монстра То есть Легкая Ходовая Весом В данном случае 126 кг Стала Обладать мощностью 40 плюс Лошадиных сил 30 плюс Ньютон Крутящего момента То есть Эта смесь Может таскать тебя Со скоростями За 100 км в час По самым жутким Бездорожьям То есть Можно спокойно Валить По какому-нибудь Разбитому полю На приличных скоростях И мотор будет работать На холостых И расход будет Минимальный А если ты хочешь Отжать что-нибудь То ты просто Открываешь газ И все И ты на заднем И все И ты на заднем Все Вот Так Давай пробежимся По деталям Рама Та же самая Защита Та же самая Маятник Тот же Большой Длиннейший 54 см Алюминиевый Заднее колесо Тоже алюминиевое 190 диск Однопрошневой суппорт Армированный Тормозной шланг Машинка Скрыта Под защитой Под алюминиевой Прогрессия Тоже у нас Длинненькая И Имеет регулировку Сжатия Отбоя И высокоскоростного Отбоя Выносной бачок С подкачкой Курбинатор Ниби ФЦР С ускорительным Насосом Диаметр 42 мм И кстати Я посмотрел Я ошибся Не 40 плюс Лошадиных сил А 50 50 лошадиных сил Это уже Мощность Среднего Автомобильчика Ну Модельных сил Модельных сил Модельных сил Крепкая 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 Вилка То есть В этом мотоцикле Наверное Изъян Найти Практически Невозможно Кстати Я ничего Не говорил О выхлопе Баночка Покрашена В черный цвет Но она На самом деле Стальная Из нержавеющей стали И смотрите Шов Вот этот Прямо Вот видно Что он Очень хорошо Проклеен Отсюда Не полетит Набивка Глушителя И соответственно С течением Времени Глушитель Не станет Погремушкой И так Сделано На всех Мотоциклах К2Р То есть Глушитель Ну На вид Он обыкновенный Но Сделан Очень качественно Так что С этим Мотоциклом Наверное Стоит Все таки Уже Ребятам С большим Опытом Которые Выросли Из всех Мотоциклов Вот Им нужна Большая Мощность Но Надо знать Что и вес Тоже Вылечился 128 Килограмм Все таки Не мало Для Эндуро Мотоцикла Вот И Те Ребята Которые С этим Справятся Могут Позволить Себе Этот Мотоцикл Стоит Он Кстати Не сильно Дороже Трехсотых 485 Тысяч Рублей Так что Если Вам К2 Р 450 Продолжение следует Продолжение следует У компании БРЗ Тоже Питбайки Их четвертый На длиннющей Своей раме И кстати Здесь Пластик от взрослого Мотика И седло тоже От взрослого Мотика Между прочим Икс 5М Икс 5С Икс 6 Сибиэс Икс 6 Да Икс 6 177 мотор И зачем Они здесь стоят Я не понимаю Короче Если ты приехал Без мотика Приходишь сюда Говоришь Я хочу катнуть И берешь его И катаешь Там Здорово Как дела? Ну хорошо Можно сфоткаться Давай И с другом Можешь пообщаться Вот друг Тебя хочет видеть Привет Привет Рушан Я тут пока Спасибо ВСЕ Суббек покупал Где? На севере На юге? На юге Покупал Рушан Я тебя обожаю Ты лучший Спасибо большое Я тебя тоже обожаю Еще один бренд Который мы продаем Который мы любим Это Хаски Сегодня у них Не так много мотоциклов Но у них есть Один интересный мотоцикл Мотоцикл Который не рычит Тут еще есть напиточки Их тоже попить можно Сегодня тихо кататься Будет не только Хаски А еще Компания ЗМ Привезла Целых две электрички И Постепел Причем Этот мотоцикл Будет участвовать Как в заезде Так и в тест-драйве То есть Поэтому мы Сможем И сами оценить И увидеть Как он себя будет вести Там во время гонки Ну и конечно же Кроме них Еще приедут Стандартный Трейсер Бастер О еще боевой бастер Кстати Вот Хоппер То есть Все те мотоциклы Которые На которые я делал Во-первых Обзоры Вы можете их посмотреть И Любой из этих мотоциклов Если он вам понравился Вы можете купить у нас На сайте Либо приехать к нам в салоны Чего-то не слышу вас Еще Молодцы Молодцы Ну че Начнем сегодня праздник Как настроение у всех Ребят Вот там слышу Все Привет ребята Рад видеть вас На эндуро уикенде 2023 Сегодня пятая гонка Юбилейная Эндуро уикенд 2023 Объявляем Открыт ПОДПИШИСЬ НА КОНЕЦЕСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПКИИИСЬ НА КАНАЛ Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Поздравляю тебя, ты седьмой Как тебе трасса, тяжело было? Первые два круга тяжело Потом трассу выучил Ехал технично Переезжал все бревна, повороты Все прям четко Третий круг, вторая дыхалка открылась Стала обгонять всех В общем, моя задача была попасть в десятку Я седьмой, я доволен результатом Ну а сейчас в конце, обидно, блин, на плене Застрял, упустил, мог быть счастливым Ладно? Все, Сереж, молодец, красавчик Завтра второй этап, готовься! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok О, все! Мы сегодня отвели первый день эндуро уикенда Мой голос, слышите? Многие мои, вы бы почувствовали Я сегодня проехал гонку hard сам Пробежался, ну, километров, наверное, 30-40 Наш Серега, красавчик Он на этом GMC сегодня приехал седьмым В классе хобби 35+, И это хороший результат Потому что финишировало где-то 60 человек Я каждого из них встретил И Серега просто красавчик Мало того, даже не в этом дело Он проехал очень стабильно все это дело Красите за голос Еще остался завтрашний день Завтра заезд питбайки, девочки И второй этап хобби И харды... Не помню, харды будут или нет Но, короче, второй этап хобби Так что, я надеюсь, завтра я выживу А сегодня я пошел спать У меня нет сил, у меня нет ног У меня нет голоса Все, всем пока Сергей, второй день Как настрой? Настрой боевой Опас за вчерашний день получен Трасса так же, только в обратной последовательности И сложно ли это будет В обратной последовательности ехать? Как ты думаешь? В обратную сторону Это сложнее Но мы готовы Красавчик Короче, сейчас второй день на сгонке Стартует класс хобби 35 плюс Среди гонщиков есть наш Сережа Кузнецов Он ездит сегодня на моем прогассе Рейс 300 Так что мы будем желать ему удачи Я буду болеть за него И остатками голоса Буду за все это дело комментировать Поэтому Это будет, конечно, трудно Класс большой Народа много А сколько человек? Ой, не соврать 43 53 человека вчера финишировало Я просто сужу по финишировавшим Вчера финишировало 53 человека Наш Серега был седьмой Но после разбора полетов Он почему-то оказался восьмым Но это тоже отличный результат Я за него горд Я доволен его ездой И все круто Единственная потеря, которая у нас произошла Это потеря моего голоса Да восстанавливайся Я думаю, завтра я буду заново учиться разговаривать Потому что мне еще вести два заезда и награждения Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Номер восемьсот тринадцать Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Ну что, прошли два бешеных дня У меня абсолютно нет голоса Мы провели этот семейный праздник, эндуро уикенд Я отвеселил 500 гонщиков, 700 болельщиков Мы провели два дня и в общей сложности 5 заездов в первый день и 4 заезда в второй, 9 заездов Мы сделали такой праздник, которого никогда раньше не было Поэтому эндуро уикенд 2023 прошел на ура На самом высоком уровне О чем нам говорили все гости, все гонщики и организаторы соревнований Питленд на эндуро уикенд Постоянный гость и постоянный партнер И мы вас ждем на этих гонках До встречи в следующий раз Я буду для вас работать до конца Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok